Ну что ж, уважаемые зрители, по запросам, да и по желанию моему собственному, очередное видео по оружейным законам штатов США. Да. У меня сейчас был отличный обед, поэтому нахожусь в хорошем настроении. Штат Охайо. Это, скажем так, средне-западный штат, находится на границе с Канадой. Частично, по крайней мере, через озеро. Вот так называемое озеро Ери. У меня, в принципе, в этом штате родственники живут. Там у меня живет брат с отцом. Я там достаточно часто сам нахожусь, когда к ним приезжаю. У брата, соответственно, семья. Мы с ним недавно тут виделись заодно. Они рядом с Кливлендом вот здесь живут. И из Кливленда можно поехать на Ниагарские водопады. И там буквально через дорогу, через мост находится Торонто. Где-то это здесь. Где, не помню, честно вам скажу. То ли здесь, то ли там. Ну, в общем, Канада недалеко. Вот это уже Канада. Центр, как вы понимаете, в городе Коламбас. Это столица штата. Ну, это вкратце о самом штате. Давайте поговорим о оружейных законах этого штата. Штат не самый плохой, не самый хороший, скажем так. Разрешение на покупку здесь не требуется. Регистрации оружия здесь нету. Закона о штурмовом оружии здесь нету. Лицензии на владение не необходима. То есть не нужна, другими словами. Разрешение на ношение на длинноствол не нужно. На скрытое ношение. А на краткосвол нужно. Но требуется пройти 8 часов обучения. 2 часа из которых должен быть тир. Ну, и для ветеранов вооруженных сил это, соответственно, не требуется. Обучение имеется в виду. Что, в принципе, логично. Практически всюду для того, чтобы получить для детей на институте скрытое ношение, требуется пройти обучающий класс. Здесь 8 часов. У нас тут класс был, по-моему, двухдневный. Получилось чуть побольше. Ну, всюду посмотрим. Что интересно здесь, в отличие от Флориды, где я проживаю для тех, кому интересно, есть скрытое отношение. Но есть еще и открытое отношение. Причем без какого-то лицензиата. То есть никаких лицензий не требуется. Есть ограничения по тому, что можно делать в машинах. Или, например, что можно делать в местах, соответственно, с алкогом, там, где продают алкоголь. Штат, кстати, довольно-таки красивый, зеленый. И довольно-таки старый. Я далеко не всюду там был. Штат немаленький. Но там есть чего посмотреть. Вот я, как вы понимаете, был в основном в районе, который ближе к Клейлунду. Первый раз смотрю это место по Google Earth. Сейчас там скажу. Самое интересное, что я брал классы в университете этого города. Вот здесь у меня. Получаются мои родственники немножко на юго-востоке оттуда. Ну так вот. Ограничения по штурмовому оружию сейчас нету никакого. То есть федеральные законы. И если подойдут на лицензию, они обязаны сертифицировать, то есть обязаны ответить в течение 45 дней. Ссылку на эти странички я сейчас, конечно, дам. В описании видео они будут. Но что интересно, вот здесь с точки зрения законов. Duty to inform. Это понятие о том, должен ли сообщать полицейскому при остановке вас полицейским в машине обычно. Потому что на улице здесь не останавливают. Что у вас есть оружие. На длинный ствол нет. А на краткоствол, если у вас есть скрытого ношения, пистолет или револьвер, то вам, да, требуется сказать полицейскому, что у вас есть это оружие. Причем сразу после этого, в момент этого общения. Особенно если он заряженный. Это касается и машины, и улицы, если вдруг где-то что-то произошло. Но на улице, как я говорил, это практически не бывает. Также здесь не требуются проверки при частных продажах. Ну, это логично. Как бы тут практически всегда такое. Так что вот здесь очень неплохо с этой точки зрения. Ну, что поделать. Кстати, с 2015 года нерезиденты Ахайя могут, которые там работают, смогут получать лицензии на ношение. Это вот было изменение. И, соответственно, это включилось только в 2015 году. Два года назад. Если у вас есть алкоголь в машине, или вы чего-то выпили, любое количество, то вам нелегально на себе носить оружие. То есть никаких баров, ресторанов с оружием. Нет, если вы не пьете, то пожалуйста. Но там есть еще и ограничения по тому, что можно делать со скрытым ношением. То есть, реально говоря, я бы не рекомендовал просто связываться с этим делом. То есть, если у вас скрытое ношение, то лучше в ресторан или бар, где луголь продают, не идти. Разве что вы можете будете водителем для тех, кто там отдыхает, которые отключаются в свою мозговую деятельность за счет выпивания алкоголя. По-другому это назвать это сложно. Лицензия ОХАЮ работает в 22 штатах. Сейчас, по-моему, уже больше, чем 22. Сейчас уже 30. И все это реально без проблем. кстати, вот на тему скрытого ношения в ОХАЮ. Вот я сейчас читаю эти вещи. То есть, любой хозяин частной собственности может запретить скрытое ношение на своей частной собственности с помощью вот этих специальных знаков. С моей точки зрения, очень глупо. То есть, как говорит, соответственность на себя не берут, но возможность защищаться отбирают. Ну и, соответственно, есть зоны типа государственные здания, школы, церкви и так далее, где носить нельзя. Ну вот так в принципе вот такие вот краткие законы. Тут есть ограничения про перевоз пистолета или оружия в машине. То есть, например, патроны и оружие должны быть в разных местах. Если у вас нет лицензии, соответственно, в разных местах и не в салоне. То есть, для того, чтобы их достать, нужно выйти из машины. Смысл, ну, стандартная вещь. Теперь посмотрим, если, извиняюсь, чего-нибудь, что могло бы хорошо сказать НРА. В НРА, я помню, все то же самое. Одна вещь на тему нерезидентских лицензий. Некоторые штаты, типа Каролина, Флорида, Мэйн, Мичиган, Нью-Хемшири, Южная Каролина, распознают только резидентные лицензии на скрытой нашине. То есть, если поехали в этот штат, и у вас лицензия не резидента Охайо на скрытой нашине, в Охайо она будет работать. и во многих других штатах тоже, которые распознают лицензию. Но вот эти штаты, в них она работать не будет. Есть даже продолжение на тему скрытого ношения. То есть, у них есть понятие Castle Doctrine, то есть, как бы мой дом, моя крепость. Есть разрешение на ношение в ресторанах. И много штатов действительно эту лицензию распознают, кроме левых штатов. К сожалению, или к счастью, соседние штаты с Охайо все распознают лицензию скрытого ношения Охайо. Это очень хорошо. То есть, случайно не выйдешь куда-нибудь типа из Пенсильвании в Нью-Джерси и где ваша лицензия будет недействительна. Нью-Йорк почти соседний штат соответственно эту лицензию не распознает. Ну, это логично, Нью-Йорк вообще ничего не распознает. Нью-Йоркестан вот я буду называть социалистическая республика Нью-Йоркестана. У нас есть Калифорнистан, Вашингтонистан и еще у нас Нью-Йоркестан. Ну, и другие Станы обычно на побережьях. Есть на английском другое название таких мест, но это как бы я не ругаюсь, поэтому говорить не буду. Это с точки зрения законов. И в принципе сейчас в этом штате планируется принятие других улучшенных законов. И то есть будут улучшаться. Так что вот так вот очень неплохо. то есть открытое ношение без лицензии в рестораны и бары нельзя. Открытое ношение без лицензии. Если у вас есть, то можно. но соответственно не пить. Это продолжение на тему где чего можно носить. В принципе сравнительно неплохой штат. Там было хуже некоторое время. Стало лучше. Вообще сейчас законы по стране улучшаются. Оружие дешевеет. Так что все будет надеюсь лучше со временем. На этом все. Вот такое было краткое видео законы Охайо. Мы уже посмотрим просто немножко на сам этот город. На сам штат извиняюсь не город. Вот он да. Штат. Вообще место красивое. Очень много зелени. Вот штат Охайо. Вот его граница. И вот так вот выходит граница на середину озера. Реально говорят с другой стороны это уже Канада. Вот там вот. Ну или Менчиган с этой стороны. Тоже штат США. У меня тоже родственники есть. И вообще место красивое. Тут есть свои парки. Тут есть куча зелени. Тут есть куча вообще разного пространства. Вот смотрите какие места здесь есть. Ну конечно клобяще не самое интересное но просто зелень в округе. Посмотрим что здесь есть. Например вот такой вид зимой на заморозе зеленевший водопад. Осень зима. Здесь есть все сезоны. Я честно говоря некоторое время думал переезжать в Ахайю постоль работы потерял. Потому что я то могу работать откуда угодно по моей профессии. Но там не самое лучшее место как оказалось. Да я вообще в принципе смысла особенного так не увидел. Так что обязательно остался в Ахайю. Хотя дома там сравнительно недорогие. Сравнительно. Тысяч за 300 можно купить довольно-таки неплохой домик. Это конечно не за 30 тысяч не за 300 но тоже неплохо. 1900 был такой вот разные аллеи. Как вы понимаете старый штат здесь было много индустрии тяжелой индустрии. Здесь уголь делали здесь железо делали если память не изменяет. Вообще много чего здесь есть и много чего здесь было. так что вот так вот на этом действительно все. Штат Охайо оружейные законы как говорится могло быть хуже мог быть Мичиган Индиана кстати где делает маг Military Arms Channel он в Индиане сосед соответственно Illinois это у нас там Чикаго со всеми его преступлениями тоже не сравнительно недалеко Kentucky это штат где ежегоднее стрельбайз автоматического оружия то есть в принципе неплохое место я вот так вот ездил несколько раз из Нью-Джерси через Пенсильванию через горы Апалачи здесь у нас вахар вот так вот точнее на этом все спасибо до следующего видео